У бойца клуба Ахмат. Посмотрим, как он себя покажет непосредственно в бою. Итак, начинается первый раунд. Кемрал Хункурханов против Алима Канукоева. Ну и как говорил Зеленхан, хорошая ударная техника у нашего бойца. И это он начинает демонстрировать с самого начала поединка. Пока что со стойки обстреливает с дистанции. Получился неплохой удар у Канукоева. Тут же связал Хункурханов его. Пытается провести тейкдаун. Удачно у него это проходит. Получается. Снова в стойке оказываются бойцы. Чуть лучше физически развит. Видно Канукоев. Чуть больше мышечной массы. Но при этом у Хункурханова хорошие конечности, длинные рычаги. Вот за счет этого он может себя тоже проявлять. Вот пока вот удачный тейкдаун удался бойцу сопернику нашего спортсмена из Кабардино-Балкарии. Представителю клуба Леченкай. Захват получился. Спокойно от него освобождается Хункурханов. И вот сейчас у него достаточно выгодная позиция. Могла бы быть. Но вяжет руку Канукоев. Да, не дает провести обещающе. Хорошую защиту показывает. Но тем не менее в это время Хункурханов берет свое. Отмечает. Бьет как может. И как создать. Работает на своем столе. А вот такие вот, в такой ситуации, не скажем так, не самый мощный удар, не самый размашистый, они все-таки приносят очки, какие-то дивиденды? Да, в копилку приносят там свои очки. Больше сейчас, вот в последние секунды по блоку получаются удары у Хункурханова. Пытается он его разбить. И как только появляется такая возможность, идет на удушающий прием. В плотную глухую оборону ушел Канукоев. Вообще ни о чем похоже, пока что он не думает, кроме как об окончании этого раунда, наверное. Канукоев. Преимущество владеет наш боец. Пытается потихоньку разбивать блоки соперника. Но все-таки провести удушающий ему не удается. Но при этом осуществляет он контроль в партере. Наносит достаточно много ударов. И частенько эти удары достигают своей цели. Так что преимущество, естественно, у Хункурханова. И концовку раунда он должен забрать. Да и вообще в целом, весь раунд в целом он должен забрать. Опять не получился болевой. Вот как мы говорили, ни о чем, кроме как о том, чтобы быстрее закончился этот раунд. Канукоев не думает. И его главная задача была дотерпеть. Что ему удалось сделать, но раунд он проиграл вчистую. И вот хотелось бы отметить наш тренер по боксу филиала Куба Ахмад. Он скучился с коронавируемой. Ильяс, фамилия не помню я его. Так как извиняюсь за это. Я вот сейчас хотел как бы узнавать, да, не получилось у меня. Ильяс, это мы с тобой отдельно обсудим. Ну вот, хорошее тренерское качество. Сам он начинал в удермейской школе бокса. И потом жил и проживал в Бельгии, да, и там тоже. Нарвался. И как бы тренерские качества у него очень хорошо ставить руки. И мне тоже он помогает в каждом турнире. Работа на лапах и со стойки. Я не знаю, что ты ему удары пока идешь. Ну, наверное, тоже он сейчас подсказал, как стоит действовать в конкурхану у стойки. Как, возможно, подсказал, как можно и нокаутировать оппонента. Хотя это не так тоже просто сделать. Хороший хайкик. Попытка, по крайней мере. Хороший шуру, только уже без усилия палочка получилась. На самом деле, вот, сказывается впечатление, что физически достаточно серьезно подсел сейчас Кимрах Ункурханов. И в концовке первого раунда... Да, очень много сил он отдал, попыткам провести болевые, вот это в борьбе в клинче. И несмотря на то, что оборонялся очень много, посвежее все-таки выглядит Канукоев. Но при этом, вот, возможно, свое возможное физическое превосходство, да, вот, он пока что не демонстрировал до тех пор, пока вот не перевел в партон нашего бойца. Хорошо вяжет Кимрану своего соперника. Да, полностью связал действия он Канукоеву, и у того уже выбор возможного, скажем так, продолжения боя практически нет. Понимает, что ничего интересного бойцы из этой ситуации продемонстрировать не смогут. Вот, во втором раунде больше пытаются со стойки действовать бойцы, и при этом не спешат, не лезут друг на друга. И, конечно, он больше, так, точечных ударов ожидает возможности нанести точный удар. И опять перевод в партер. Со стороны... Со стороны Канукоева, и уже вторая попытка сейчас была провести тейкдаун, но она оказалась не столь успешной, как предыдущая. А вот сейчас, вот, в похожей ситуации, что и в первом раунде находится спортсмена снова. Забрал спину. И уже отмечает ударами по корпусу, по-другому. Ждет момента, когда соперник расходит шею. Да, ждал момента, когда рискнет и отдаст шею. Сейчас, вроде бы, захват удался, но он не был столь акцентирован, как хотелось бы. И снова приходится Хункурханову разбивать блок Канукоева. Я напоминаю, это седьмой поединок турнира «Грозная битва 10» молодежного турнира, который проходил в селении Курчилой под открытым небом. Погода была тоже замечательная, и бойцам было очень комфортно в таких условиях. В начале этой недели я очень переживал за погоду, так как на программе по погоде у меня показывало, что будет дождь. И, несмотря на это, было решено, что мы будем проводить этот мир на открытом воздухе, да, чтобы там болельщики пришли, чтобы люди могли видеть. Так как, если проводили бы там спортзале, то места не хватило бы, было бы душно для бойцов. Бойцам было бы душно. Ну, получился очень хороший турнир. Также, можно сказать, на лучшем уровне. Итак, заканчивается у нас раунд. И вторую часть раунда, второго раунда, как и первого, контролировал именно Кимран Хунгурханов. Мы видим, что получил он рассечение под правым глазом. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец красного угла, Кимран Хунгурханов. Бойцовский клуб охват Чеченская республика. Да, действительно, достаточно уверенно одержал он эту победу. Кимран Хунгурханов. Кимран Хунгурханов.